Медный звук Краска делает эти инструменты незаменимыми для любого музыкального коллектива. Давайте познакомимся с ними поближе. Основными медными духовыми инструментами являются труба, волторна, тромбон и туба. Все они есть в нашей школе. Каждый из них имеет несколько подвидов и вариантов конструкции одной и той же модели. В классе Козлова Александра Евгеньевича изучают трубу и волторну. Трубу обычно выбирают ученики, которым нравится ее пронзительное и яркое звучание. А еще компактный размер. В нашем духовом оркестре для трубы отведено много сольных партий. Поэтому ученики, которые выбирают этот инструмент, должны активно развивать свои физические навыки, чтобы ровно держать этот инструмент над подставкой для нот и тренировать дыхание, дабы овладеть необходимым диапазоном, который очень сложно развивать на трубе, в отличие от того же фортепиано, где сразу доступны все звуки. Волторна привлекает своей необычной формой и множеством закрученных трубок. Как и у трубы, у одинарной волторны три клапана, но нажимать на них нужно левой рукой. Хоть инструмент Волторна и не входит в регулярный состав джазового бигбенда или диксиленда, в симфонических оркестрах, которые занимаются записью саундтреков к современным фильмам, Волторне отдано множество сольных партий. Начиная от самых первых эпизодов «Звездных войн» до последних фильмов киновселенной Марвел, всю торжественность и эпичность картины подчеркивает звук именно этого инструмента. А еще работать с оркестром над саундтреками и с фильмом – это любимый вид творческой деятельности нашего дирижера. Кто знает, возможно именно ваш ребенок исполнит мелодию из культового саундтрека. В классе Ситалова Алексея Владимировича изучают басовую группу медных духовых инструментов. Самым популярным из них является тромбон. Он издревле сохранил свою оригинальную конструкцию и раньше других ныне используемых медных инструментов вошел в состав симфонического оркестра. Многих учеников привлекает внимание способ изменения звука на тромбоне – это скольжение кулисы, что многим кажется настоящей эквилибристикой. Однако ничего поистине загадочного в этом нет, и этому легко можно научиться. Исполнители из группы басовых медных духовых инструментов – очень интересные и разносторонние люди. Даже играют они, в отличие от других медников, не только на одном инструменте. Многие музыканты одновременно с игрой на тромбоне совмещают игру на медном теноре или баритоне. Именно этим инструментом отдана сольная партия в любом вальсе, который вы можете услышать в парке, где все пришедшие танцуют под аккомпанемент духового оркестра. А еще самые юные ученики, которые приходят изучать тромбон, начинают с инструмента блокфлейта. Получается, что ваш ребенок сможет изучить целых два, а то и три духовых инструмента, если решит обучаться в классе Ситалова Алексея Владимировича. Нельзя не уделить внимание самому большому и низкому духовому инструменту, который называется туба. Матовый и всепоглощающий звук этого инструмента есть фундамент любого духового оркестра. Сколько бы десятков музыкантов не насчитывал оркестр, ни одно его выступление не состоялось бы без одной единственной тубы. Начинают обучение на этом инструменте обычно в подростковом возрасте, пройдя длинный путь игры от блокфлейта до тромбона и баритона. И не каждая музыкальная школа может похвастаться наличием ученика-тубиста, поэтому владение этим инструментом весьма востребовано. Хоть с тубой за плечами и нелегко попасть в пассажирский салон автобуса или вагон метро, с ней гораздо проще попасть в колледж и вуз, нежели чем с трубой, болторной или тромбоном. Ведь визитной карточкой каждого учебного заведения, а иногда и не только музыкального, является оркестр, который невозможен без этого инструмента. К слову о возможностях. Музыканты, играющие на трубе, волторне, тромбоне и тубе, всегда найдут себе место в духовом и симфоническом оркестре. А с трубой, тромбоном и тубой можно попасть еще и в джазовый дикселент или биг-бенд. Хотя для по-настоящему талантливого артиста-музыканта нет рамок и пределов для раскрытия своих виртуозных возможностей. И преподаватели игры на медных духовых инструментах знают это и умеют разглядеть невероятный потенциал в каждом учащемся. Субтитры создавал DimaTorzok